В сегодняшнем выпуске рассмотрим жилой комплекс из МКВА СНМ от компании застройщика BI Group. Комплекс 2022 года постройки и представлен как комфорт-класс. Предусмотрен наземный паркинг и закрытая территория двора. Комплекс переменной этажности от 9 до 12 этажей. Каркас выполнен из кирпича, а фасад из фиброцементных панелей и клинкерного кирпича. В этом комплексе будут предусмотрены от 1 до 4 комнатных квартиры. Площади квартир будут начинаться от 35 и доходить как минимум до 100 квадратов. Высота потолков в квартирах будет составлять 3 метра, окна увеличены. С этого ракурса можете рассмотреть ход строительства третьей очереди жилого комплекса и перейдем немного к расположению объекта. Расположим комплекс вдоль проспекта Туран, а это значит он может похвастаться соседством с такими объектами, как Борис-Арена, Астана-Арена и спорткомплекс Казахстан. Ну и в конце хотел поблагодарить всех тех, кто оказывает поддержку канала. И напомнить, что если это видео наберет за сутки 200 лайков, я выпущу следующий обзор сразу же. Ну все остальное можете увидеть в обзоре. Приветствую всех на канале Окна столицы. Сегодня будем рассматривать жилой комплекс Сизым-Кала-Си-Ным. Вот она первая очередь от компании BI Group. Точно адрес Туран 55-6 в этом комплексе, 5 подъездов. Первые два этажа, это вот кирпич, фасад, а потом идут панели. Есть места для кондиционеров. Вот так выглядит сам комплекс. Нет техэтажей. Здесь получаются сквозные подъезды. Сейчас мы посмотрим, как выглядит комплекс внутри. По периметру дому усажены сосны. Вот видите, вдоль они идут. Проложена брусчатка. И слева вот это коммерческое помещение. Допустим, оно уже введено в эксплуатацию. Там уже арендуют люди. Где у нас первый подъезд? Мы отправляемся туда. Вот так выглядит вход в подъезд. Есть камеры и навигационные паблички. Это коммерческое помещение. Пропадаете в такой тамбур. И здесь визитный уфон-система. При входе сразу же информационная доска. Куда обращаться, кому звонить. По всем вопросам. По приложению. Если дальше проходим, впереди паркинг, зона лифтов с этой стороны. Выход на лестничные пролеты. Сразу с первого этажа почему-то идут тайники. Так, здесь камера видеонаблюдения и колясочная зона. Вот так выглядит колясочная зона. Смотрите. Звуки от лифта. Это были звуки от лифта. Зона лифтов оформлена вот таким вот образом. Такие радиаторы установлены. На полу керамогранит положен. Здесь навигационная табличка. Небольших размеров. В 12-этажном блоке два лифта. В 10-этажном один лифт. Так, если дальше пройдем там паркинг. Опять попадаете в такой небольшой тамбур. И вот он паркинг. Раз уже выходите на кладовые помещения с правой стороны. Вдоль они идут. Есть также тайники. Здесь места для велосипедов. На всю территорию двора идет паркинг. Два въезда и выезда из этого паркинга. Сейчас пойдемте, я вам покажу. Немного тускловато. Ну вот места расчерчены. Нет ограничителей. И вот такие указатели, куда вам ехать. Вот выходит со стороны первого подъезда есть. Въезды есть. И со стороны пятого также имеется. Еще нравится, что есть немного здесь окна в этом паркинге. Попадает немного естественного света. Немного тускловато. Вот видите, кладовые помещения практически везде. Так. И мы сейчас опять попадем в первый подъезд. Поскольку нужно показать до конца вам его. 12-этажная секция. Вон там, видите, пятый подъезд. Это последний подъезд. В этом комплексе 292 квартиры. На 5 подъездов. Так, выходим сразу опять на первый этаж. Кстати, обратили внимание, что здесь нету, да, почтовых ящиков. Так, с ними бы я и расстался. Поднимаемся на 12-й этаж. И, чтобы вы видели, фирмы здесь. Лифт Линкольн. Элеватор Чана написано. В целом, спокойно поднялись. Но вот этот трещит лифт. Именно пассажирский. Итак. Зона лифтов на этажах оформлена вот таким вот образом. Огромное обозначение цифры 12. Такие таблички. Установлены радиаторы. Небольших размеров. Впереди навигационная система. По квартирной. Так, с этой стороны. Что я сразу хочу сказать. Вот этот коридор. Вот я плечом прижался и почти достаю до этой стены. Где-то здесь получается метр двадцать, наверное, ширина. Ну, полтора точно нету здесь. Ширина этого коридора. Двери. Обыкновенные металлические двери. Один глазок. Наипростейшие двери. Самые такие бюджетные. И вот видите, здесь уже кто-то вот такой замочек встанил. Квартира сдается. Посуточно. Впереди еще две двери. Так, здесь двери расположены так, что они друг другу мешают. Вот этот, если откроет и сосед его, то двери стукнутся элементарно. Очень неудобное открывание двери. Это минус и всего один замок. Очень бюджетные двери. К тому же один замок. Так, с этой стороны в итоге три квартиры. Есть противоударные вот такие резинки, чтобы дверь не билась. А вот тут она слетела. Тайники уже заполнены. Покрытие керамогранит. Ну, не блестящее, а такой тоже не самый дорогой. И впереди еще четыре квартиры. Хорошее освещение. Вот точно так же расположены двери. Будут друг друга биться. Так, вот здесь счетчики. Счетчики Миртек. Это компания Миртек. Кто разбирается, можете написать. Впереди три, позади четыре. Семь квартир на площадке. Есть подъезды, где по восемь. Вот так вот выглядит этот коридор квартирный. Не совсем широкий. Плюс к тому же, вот эти в конце коридора двери квартирные. Они сталкиваются с друг другом. Бьются от друг друга, вернее, будет сказать правильно. Выходим на пролеты. Так, здесь раз тамбур. Одно окно. И вот это открытая зона. Здесь открывается вид во двор. Сразу давайте здесь рассмотрим территорию двора. В центре расположена детская площадка. И здесь не так много конструкций. Вот раз конструкция горка. Вот вторая качели. Есть такие качели. Еще одна горка. И вот здесь беседка для отдыха. Есть, получается, зона охраны. Пункт охраны и зона для воркаута, где могут люди заниматься. Здесь также брусчатка. Присутствует ландшафтное освещение. Вот по периметру комплекса, по периметру двора. Очень мало насаждений. По пальцам посчитать, буквально в центре двора. Вот я посчитал четыре маленькие елки. Вон там, вон с краю, видите, елочка. Вот здесь расположен единственный пандус этого комплекса. И вот тут расположен въезд в паркнике. И с нашей стороны также один въезд в паркнике. Видите, можно объехать и заехать также. Вот по периметру также сосны. Нету никакого футбольного или баскетбольного поля. Ну, я бы назвал эту детскую площадку скромной. Очень-очень скромная площадка такая. И очень мало насаждений в этом дворе. Здесь можно оценить соседство этого комплекса. Как я говорил, здесь вот Борис находится, арена. Дальше территория Талдыколя. Там она проглядывается, просматривается. Можно рассмотреть даже немного Улыдала. Вон там расположена проспекта Улыдала. Здесь соседство ЖКО и комплекс Синэн-Бакыт. И ожидается, что здесь будет в будущем школа. Пока там фундамента я его не вижу, чтобы мы построили. Еще на что обратил внимание. Вот здесь трубы. Видите, открыто проходят какие-то коммуникационные трубы. Возможно, потом это все будет утапливаться, конечно же. Все-таки в городе. Так, вот он пятый подъезд крайний. Все, наверное, здесь не будем долго задерживаться. Максимально можно показали все, что нужно было. А вот вторая очередь, Синэн-Манине сказал. Как видите, она точно такой же архитектуры имеет. И Бакыт точно так же оформлен. Такую же архитектуру имеет. Квартиры здесь. Сейчас я расскажу о них. 12 этаж. Вот такая табличка. Смотрите, стены под покраску. У них здесь покрасили. Хорошее освещение. Перила. Так же освещение еще срабатывает. 11 этаж. Тут не будем долго задерживаться. Такое же оформление. Высота потолков квартиры здесь 3 метра. Квадратура квартир от 35 до 120 квадратов. Предусмотрена от 1 до 4-х комнатных квартир. Сейчас еще спущимся на второй этаж. И посмотрим, как выглядит второй этаж. Вот точно таким же образом оформлена квартирная площадка. Вызову теперь вот этот лифт. Посмотрим, как он едет. В каком состоянии. В целом, вот мне нравится хотя бы, что ни в одном цвете оформление квартирных коридоров, квартирных площадок. Теплые тона такие. Уголки поставлены. Ну, вот таких вот дефектов не избежать. Очень много уже из-за таких замаранностей. Видимо, когда заносили мебель и так далее, уже обтерли. Стены под покраску. Если вот так вот подделать рукой, то немного оставляют следы. Спускаемся на второй. Территория выхода во двор. Смотрите. Уже вот этот, как шатается, панель. Это здесь, наверное, когда кто-то что-то заносил. Даже не грузовым лифтом пользовался, а вот пассажирским. Видимо, настолько проносил это, что снес эту... Это что-то как-то... Ну, он и немного трещит, этот лифт. Вы спускаешься. Вот тут расположим выход во двор. И вот так вот, таким вот образом будут выглядеть у вас на этажах ваши лифты. Также большая циферка 2. Здесь вот такие полотна, картины. как на первом этаже. Расположено 6 квартир на площадке. С этой стороны 3. И с той стороны 3. А выше по 7. Так, территорию двора, в принципе, я вам показал. Думаю, нет необходимости ее показывать. В общем, оставляйте свои отзывы и комментарии по этому комплексу. Если вам обзор понравился, обязательно ставьте лайк. Если наберет видео, 200 лайков. Как я уже говорил, выпущу обзор сразу за сутки. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok